Как известно, человеческое зрение стереоскопично. Поскольку у нас два глаза, и они находятся на некотором расстоянии друг от друга, то каждый глаз видит немножко отличающееся изображение. Эти изображения складываются вместе и формируется объемное изображение. Чтобы получить объемное изображение искусственно, необходимо донести два отличающихся изображения до одного и другого глаза. Поскольку глаза расположены достаточно близко, естественно, необходимо как-то обеспечить, чтобы информация для левого глаза была недоступна правому глазу, а информация для правого глаза была недоступна левому глазу. Один из самых простых вариантов — это сделать два изображения. Одно в красных тонах, а другое в сине-зеленых. Пользуясь тем, что красный светофильтр не пропускает сине-зеленое изображение, и наоборот, сине-зеленый светофильтр не пропускает красное. После чего вставить соответствующие светофильтры в половинки очков. И таким образом при надевании очков вы одним глазом будете видеть изображение, то, которое было построено в красных тонах, а вторым глазом видеть изображение, которое построено в сине-зеленых тонах. Да, это один из самых простых способов, но недостаток, естественно, в том, что вам необходимо иметь два изображения, одно только в красных, другое только в сине-зеленых тонах. Полеудобная схема состоит в том, что мы делаем цветные изображения, но при этом изображения, предназначенные для одного глаза, пропускаем через поляризатор с вертикальной ориентацией, плоскостью поляризации, а изображения для другого глаза пропускаем через поляризатор с перпендикулярной, то есть и горизонтальной плоскостью поляризации. Положение плоскостей достаточно условно, главное, чтобы они были строго перпендикулярны друг к другу. После чего мы используем очки, в каждой половинке которых вставлен соответствующий поляризатор, обеспечивающий прохождение одного изображения для левого глаза и одного изображения для правого. Вы надеваете эти поляризационные очки и наблюдаете одним глазом одну картинку, другим, соответственно, другую. После чего эти картинки обрабатываются у вас в голове, и вы получаете объемное изображение. При одном условии. Если ваша голова располагается так, что линия ваших глаз строго горизонтальна. Любой наклон вашей головы на любой фактический угол приводит к тому, что плоскости поляризации очков начинают поворачиваться вместе с вашей головой. А когда у вас плоскость поляризации повернута, естественно, через нее будет проходить и такая поляризация, и такая. Вследствие этого вы не будете отдельно одним глазом видеть одно изображение, а другим — другое. И вместо объемного изображения у вас будет боящееся изображение, поскольку вы будете видеть оба. Обойти эту проблему можно, если усложнить схему и дополнительно к поляризаторам поставить еще так называемые четвертьволновые пластинки, которые фактически занимаются преобразованием линейно-поляризованного цвета в циркулярно-поляризованный. Ну и, естественно, в любом случае вам понадобится экран, который отражает излучение без разрушения состояния поляризации. В нашем последнем случае, если мы имеем два разных изображения, каждый путь у нас проходит через поляризатор и четвертьволновую пластинку, соответственно, оба изображения попадают на экран, и дальше мы берем очки, в которых также есть условная конструкция, состоящая из своей четвертьволновой пластинки, и поляризатора. Соответственно, поскольку поляризаторы на входе четвертьволновой пластинки обеспечивают вращение в разных направлениях, соответственно, аналогичная конструкция в левом и правой половине очков приводит к тому, что одним глазом мы видим одно изображение, а другим глазом видим другое изображение. Они независимы, никак не связаны друг с другом. За счет того, что мы используем циркулярную поляризацию, полученную после четвертьволновых пластин, любой поворот, соответственно, нашей головы, а вместе с ним очков, не приводит к нарушению наблюдения только одной картинки левым и только одной картинки правым глазом. Собственно говоря, на этом принципе и основаны современные способы формирования объемных изображений. В данной лабораторной работе студенты знакомятся с принципами получения объемных изображений, и если все сделано правильно, то на экране они могут увидеть объемное изображение, полученное из двух слайдов, каждый из которых формирует отдельное изображение. Схема установки достаточно простая, состоит как раз из тех элементов, которые и формируют изображение, видимое в одной половине и в другой половине очков. Схема состоит из двух источников, двух объектов в виде слайдов, которые имеют немножко разное изображение объекта, фокусирующая система, которая дает резкое изображение на экране, два поляризатора и две четвертьволновые пластинки. Соответственно, четвертьволновые пластинки установлены таким образом, что дают левой и правой циркулярную поляризацию, и тем самым одно и другое изображение получено в состоянии с различной поляризацией. Ее истировка сводится к тому, что мы, включив одну из ламп, добиваемся того, что излучение от нее не видно через противоположную половину очков, и, соответственно, выключив одну лампу и включив другую, добиваемся того, что излучение от нее не видно в соответствующей половине очков. После чего включаем обе лампы, одеваем очки и можем увидеть объемное изображение.